мое звание майор и я военный пенсионер я служил и сахал но это уже было несколько лет назад и танкист и танк мертвого ухты прикольно ну я меня зовут валерий служил я правда в авиации восьмидесятые года у нас был полк ми-23 истребительный полк что вы истребляли валерий ничего мы охраняли наши рубежи причем за границей советского союза когда сесна села на красную площадь нет это уже было после того когда я слой при мне бы не села да 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 я понял ну я контролирую ситуацию естественно села на красной площади благодаря в первую очередь сами понимаете предательству это явно была четко разработанная операция это явно была подстава да и сесна бы хрен бы на одном баке туда долетела вы сами понимаете а где же он заправился вот и интересно то есть на где-то садился или получается что да и нет ну может он конечно дополнительные кита баки ну ничего страшного ладно ну короче вот короче он сел советский союз про ибо ну ладно это такое сесна просто пролетел его никто не трогал все про него знали его никто не трогал все знали что летят это сесна соколова выгнали выигнали а тут дополнительные баки что ты придумаешь валера что ты придумаешь какую-то пургу за одну цесну блять а если валерах тебе прилетит 100 тамагавков что ты будешь придумывать валера что ты будешь придумать если тебе прийти 100 тамагавков а если валерах тебе прилетит в лицу кос авианосцев на одном а и 1 покой на спокойно самолет покой на валера 100 вам на одном авианосце если никого велития 100 самолетов в лицу к в одном положении нету один кинжал убирает все эти 100 самолетов успокойся да успокойся у тебя сейчас очки слетят треснут очки очки треснут очки говорю у тебя треснут успокойся что ты разорался до 111 кинжал уничтожает сети 100 самолетом одним махом господи боже мой чего не такие бешеные вот чего не такие бешеные я не понимаю вот интересно чуем подливают причем это ж надо регулярно под подливать где воевал твой дед быть каким военкоматом призван давай конкретно мне говори поле ты нацепилась за хуйню себе на понесло тебя ну давай 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 да а о чем тебе не нравится ленточка это американская ленточка это американская ленточка я согласен ну про деда рассказывай американской а зачем я тебе буду рассказывать про моего деда мой дед герой в отличие от тебя герой до чего герой чего твой дед валера войны твой нет герой чего какой войны у деда паспорта не было у деда коровы забрали вот вам рассказали всякую чухню ну да 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 господи боже мой какие вы ненормальные да ты чё а где ты в ленинградской области живешь где ты так жил в ленинградской области что тебя так обижали пути вы пути вы где тебя так обижали не объяснили блять большевики твари пришли землю забрали у кого землю большевики раздавали успокойся забрали у тебя землю у кого тебя забрали ты ты сын кулака что ли игорь ты сын кулака или правну кулака валера но расскажи как это было это было очень просто блять жили жили мои дедушка с бабушкой было у них одиннадцать десятин земли блять была у них корова была у них ложь это какой год лакера 11 12 13 2011 1913 это была кировская область деревня зубцова так жили мои дедушки с бабушкой пришли большевики у дедушки с бабушкой у дедушки был одиннадцать десятин земли и у бабушки был одиннадцать десятин земли то есть 21 десяти на земли то есть это 20-30 гектаров земли на этих гектарах они все выращивали пришли большевики все забрали корову забрали пришла дальше советская власть и сначала большевики пришли потом советская власть пришла германские национал социалисты блять между собой не поделили напали напали блять на большевистских союзников блять и большевистские союзники взяли моего дедушку 1913 года рождения и сказали если ты пидор не пойдешь воевать за то что мы у тебя забрали корову мы расстреляем твою жену сожгем твой дом так и сказали моего папу мы да и моего папу расстреляем который родил меня и дедушка мой пошел подоржев пошел блять если ты пидор и сука не веришь я тебе сейчас покажу дедушка в красноармейскую книжку показать тебе хуесос когда мой дедушка умер у него были тапочки с тринадцатого года в этих тапочках его и похоронили бы лицу как он плевал на советскую власть и когда я был маленьким мальчиком вот тебя обидели я чуть не понял это самое тебя же деревянными игрушками били еще чай вот капец давай покажи что хотя бы за деда порадоваться он бы тебя задушил конечно с гаденыша да 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 дед то воевал за советский союз а ты а ты гаденыш его хаешь да 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 ты только кроме как обзываться ничего не можешь эй успокойся успокойся говорю будешь материться эти звук убрал я тебе звук убрал вот видишь ведь видишь гордись идиот гордись гордись все что-то все что ты можешь это самое это только материться ты кроме матов чего-нибудь еще знаешь вот все вот тварь бешеная ну чё могу сказать уникальный уникальный тяжелый случай я как эндохринолог вам чего могу сказать что это очень запущенный случай тут и мазь вишневского бесполезно электричество можно попробовать если сразу знаете где-то 420 долбануть лучше так вообще по тысячу вот тут может быть найти обязательно с дымком надо обязательно подходить к этому варианту ну вот таких к сожалению гадов у нас еще дофига обиженных типа а капни вот сейчас капни чуть-чуть говорится возьми дело дедушки или еще там бабушки и выяснится что они кинуть враги народа и не просто так потому что не то ли что-то прятали то ли что-то блин нафиг и там не знаю мутили как это обычно бывает все не просто так вот если он такой обиженный значит наверное есть за что это так а если он просто не понимает что ну да во время перемен люди страдают как сейчас например в украине ну да обвинять в этом советскую власть или тем более ссср ну просто глупо вырос причем заметьте еще и наверное бесплатно его выучили и так дальше и так дальше и теперь вот-вот житель ленинградской области не знаю где он сейчас живет действительно но я вам показал какие гаденыши бывают только и всего ничего этим роликом к сожалению не вам не рассказал потому что обычно я пытаюсь но хоть что-то донести а здесь просто вот показал вам какие гаденыши вокруг нас могут быть есть и даже есть конкретно где-то ну или подобные гаденыши особенно бери подобных гаденышей особенно много за границей я-то насмотрелся поверьте на слово всем понимание спасибо за внимание поставьте пожалуйста лайки напишите комментарии мне очень интересно чего по этому поводу думаете бабай